Мы продолжаем выпуск. Представители шести из десяти субъектов северо-западного региона, входящих в состав Координационного совета по культуре при Министерстве культуры России, собрались в Миринмаре. Они поделились опытом, планами и обсудили общие проблемы. В ходе своего пребывания в Министерстве культуры рабочая группа посетила объекты культуры на территории города – памятник природы, каменный город, каньон Большие Ворота и городище Пустозерск. Также участники побывали в Тельвиске, где ознакомились с работой социально-культурного центра «Престиж». В завершении представители Координационного совета провели заседание, на котором обсудили реализацию региональных программ и выполнение дорожной карты в сфере культуры. Дорожная карта или план мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры – один из майских указов президента Владимира Путина. В документе предусмотрен ряд мотивирующих мероприятий в целях сохранения и развития российской культуры. Сам по себе этот указ – это большое благо для культуры всей Российской Федерации, потому что впервые на нас посмотрели и, собственно, сказали, что же это такое. Надо же все-таки как-то жить и богато, и эффективно, скажем так, потому что в указе говорится не только о заработной плате, как мы знаем, но также, в общем, об эффективности работы. Участники заседания отметили – проблемы в части выполнения дорожной карты есть, причем у всех регионов они одинаковые. То, как задумывал президент Российской Федерации, у нас пока не получается так оптимистично. То есть зарплату мы выдерживаем, все пошагово. Что касается эффективности, к сожалению, здесь оставляет желать лучшего. То есть люди это воспринимают как должное. Ситуация, сколько получаю, настолько и работаю, сложившаяся за долгие годы в области культуры, сегодня с помощью президентских указов должна быть переломлена. Для этого нужно воспитывать новые кадры и в целом поднимать престиж работы в сфере культуры. Нам не хватает действительно профессиональных вот этих кадров. И суть нашей встречи еще и к тому, чтобы как-то завязались контакты, мы могли увидеть ваши прекрасные коллективы именно профессиональные. Потому что у нас, к сожалению, нам не хватает классической музыки. Мы вот сделали джазовый фестиваль, который в этом году пятый год, и я считаю, что это небольшая победа. Кадры по этапное повышение заработной платы и эффективности работы – это далеко не все, что предусматривает собой программу развития отрасли культуры. К 2018 году по указу президента в разы должны увеличиться такие показатели, как число учреждений культуры и их посещаемость, количество участников культурно-досуговых мероприятий и особенно увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».